Всем привет, вы на канале КОНТЛЕГОМАСТР, и сегодня мы поставили набор под артикул 75190. В этом наборе 1416 деталей, набор предназначен для детей старше 9 лет. Рекомендованная ротничная цена данного набора 11999 рублей. И сейчас мы можем взять за 6000 по скидке. И давайте начнём с инструкции... Вот инструкция. 75190, LEGO Star Wars, оформление конца 2017 года, LEGO.com, сам набор, Disney. Открываем инструкцию, у нас тут как открывать набор и разделить деталей. Все этапы сборки, то есть что из каждого пакета мы собираем. Вот. И с 10-го в 11-го мы уже до конца собираем. Начинаем мы сборку вот сразу на 6-й странице, 6-й странице, и заканчиваем на... И заканчиваем сборку на 253-й странице. Далее у нас идёт перечисление всех мини-фигурок у меня, они все есть. Перечисление всех наборов у меня, они есть. Посмотрите, обзор на AKHS у меня, он выходил в понедельник. И вот этот истребитель Трозорена, он выходил у меня на прошлой неделе. Дальше у нас идёт такая мини-сценка. Тут тоже такая сценка. Перечисление всех деталей набора. LEGO Win. Ну что ж, инструкцию посмотрели. Давайте посмотрим мини-фигурки. Первая мини-фигурка в этом наборе, это у нас обычный штурмовик Первого Ордена. Вот такой вот белый штурмовик, у него чёрный ластер, обычный принты на туловище, на ногах, на спине. Обычный шлем Первого Ордена. Лицо клона. Кстати, сейчас уже изменили. Сейчас у штурмовиков лица не клонов, а их свои лица им придумали. Вот. Там разные всякие. Вот такой вот штурмовик Первого Ордена. Следующая мини-фигурка у нас это штурмовик Первого Ордена, точно такой же, только вот с такой вот накидкой. То есть это генерал какой-то или то есть выше позвания, чем вот эти, видите, они одинаковые, да? Только у этого накидка есть белая. В общем-то у него все то же самое. То же лицо. Ну то есть вот лицо клона. Но они по сути не клоны. Следующая мини-фигурка у нас это генерал или адмирал. Вот. У него вот такое вот лицо недовольно злое. У него, видите, такие скулы. И еще у него мешки под глазами. Также у него брендерной лошадь впереди, сзади. И такая вот шапочка с эмблемой Первого Ордена. И еще из оружия у него черный бластер. И покрашена его форма в цвет металля. Следующая мини-фигурка у нас это верховный лидер Сноук. Вот такой вот Сноук. Их всего было две в Лего. В двух наборах вот эти фигурки. В тронном зале Сноука и в этом разрушителе. Принцы на голову еще спереди, на ногах, на спине. Одно лицо вот такое вот. Все поврежденное. Вот голубые глаза вот такие. И эта фигурка уже не актуальна, потому что, ну вообще он умер. Ну ладно, актуальна, но он умер. И верховным лидером стал Кайло Рен в этом же эпизоде, восьмом. Вот поэтому, да. Следующая мини-фигурка у нас это офицер Первого Ордена. Вот. У него брендерной лошадь спереди, сзади черный бластер. Вот такой вот член. Одно лицо вот с таким микрофоном. Ну и в принципе все, вот такая вот фигурочка. И последняя фигурка в этом наборе у нас это BB9E. Это вот такой вот дроид, типа BB8. У меня таких два. Один был еще один в истребителе Кайло Рена из этой же линейки. Вот такой вот BB9E. Вот. У него немного отличается голова от BB8. Она такая ромбовидная. Вот. Ну и в принципе фигурки мы поставили. Давайте посмотрим сам набор. И вот сам набор. Это разрушитель. Вот такое вот ну большое. Вот. Вот сейчас один из моей рукой. По сравнению вот с фигуркой. То есть ну не маленький. В сравнении со звездой смерти, да. Вот. Ну меньше, конечно, звездой смерти. Так. С чего начнем? Давайте с внешнего вида. С как-то интерьера. А, экстерьера. Экстерьера, да. Вот такой вот я модный стилист, да. Вот. Получается вот так он с перьями выглядит. Мне он очень нравится по своему дизайну. То есть он начинается такой вот узенький и идет, идет и расширяется. Вот. По бокам у нас такие вот четыре пушки. Здесь четыре пушки и там тоже четыре пушки. Ну, то есть он симметричный. Снизу у нас вот такая вот тема. Что у нас еще есть? Это у нас мостик. То есть ну, типа мостик. Он не в масштабе фигурки, он намного меньше. вот. Тут у нас движки. Что еще? Вот это вот, кстати, я не знаю. Напишите, что это в комментариях. Напишите. Я вот просто не знаю. Это либо тормоз какой-то, ну, типа воздушный. Либо либо чего-то. Может, это просто дизайна так сделали, что, типа, он вот так вот сужается здесь. Не знаю. Напишите в комментариях, может, кто знает. турбины вот такие. Их тут 11. Кому, может, интересно. Тут есть вот такая вот ручка. Ну, легче на самом деле. Его просто вот так вот. Ну, как бы, да. Вот так вот им играть легче, чем за ручку. Не знаю, вряд ли девятилетний ребенок поднимет. Ну, сможет играть им за ручку, потому что он весит, ну, килограмм. Полтора килограмма, я думаю. Ну, хотя, килограмм. Ну, килограмм точно весит. Хотя, да, сможет, конечно, но за ручку это сложно. Вот. Так. Открывается у нас вот этот мостик, откидывается, и открываются вот эти бластины. Первая и вторая. Сборка была довольно простая, но когда дело доходило до вот этих вот больших бластин, это было очень сложно их собирать. Я вот реально мучился. Ну, не мучился, мне нравится, конечно, лего собирать, но просто вот реально сборка вот этих вот пластин огромных их тут аж две. Ну, первую вот сложно было, вторую уже как бы полегче, уже есть опыт. Вот. Вот ему, типа, каркас вот такой вот то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, маленький и вот и таким огромным остается из-за пластин вот этих вот. Ну, то есть, видите, Так, вот. Разрушитель. Так. Что у нас внутри? Во-первых, у нас тут такая вот дорожка. Вот. Тут можно посадить фигурки. тут четыре места. Вот. Тут наклейки вот эти все дорожки, вот эти красные. Вот это вот тоже наклейка. Вот это вот синий, типа, свет. Не знаю. Вот. Сейчас продемонстрирую. Туда можно посадить вот такую вот фигурку офицера. Убираем у него этот пластыр. Тут все очень пестрое, поэтому на камере как-то это выглядит как будто какая-то страшная самоделка. Ну вот. Посадили мы его. Там пульт управления также есть. И сколько тут мест? Да, четыре места. Все крепится на вот таких вот красных деталях. Тут у нас есть что это? Не знаю. Пункт управления. Тут у нас офицер, адмирал, генерал, не знаю. Это все наклейки, все это наклейки, да, очень много наклейок было. Ступеньки вверх. Механизм вот этой ручки, она, то есть вниз там черная деталь, и вот за нее он держится и поднимается. Дальше у нас тут есть голограмма императора Палпатина. По сути, это с ног, конечно, должно быть, но сделали Палпатина, потому что там лицо не видно, то есть особо не отличаются. Так. С другой стороны у нас вот такая вот тут тема, вот. Можно посмотреть, как этот чувачок сидит, тут работает. Наклейка опять же вот эта вот. Тут у нас стол для переговоров, все черное все сливается, тут у нас раз, два, три, сколько стульев, три, три кресла, короче, вот таких вот. Вот. Туда можно посадить генерала, например, этого адмирала, сноука, Тут у нас есть некое подобие лифта, вот, такое, конечно, примитивное, вот, как оно работает. Так, как, а просто вот так вот за ручку. Вот, наклейка, там тоже наклейка вроде, да. Да. Тут у нас есть дроид, дроид-охранник, типа, не знаю, что это. Так, он у нас вот на такой платформе, неоновой, откидывается тут такое управление тоже, какой-то пункт. Блин, все отваливается, как обычно, это там наклейка была, вот, это тоже наклейка, и вот здесь, я не знаю почему, должен сидеть с ног, и, я не знаю почему, как бы, совсем, конечно, не как в фильме, им не сделать, как в фильме, обычно, образы 12 тысяч, не сделать, как в фильме, то есть, в таком же масштабе, или хотя бы такую же детализацию, потому что, ну, потому что это нереально в таком, как бы, маленьком этом, при такой конструкции крепкой, то есть, он реально прочный, вот, сделать такую детализацию, вот, разоделим вот тут все фигурки, да, ну, вот, можно штукновиков, кстати, поставить где-нибудь сюда, а, кстати, да-да-да, можно штукновиков поставить вот на такую, вот платформу, здесь вот, так, вот, как будто, вот, они здесь отчитываются перед, ну, ну, типа, Кайлорен, ну, тут нет Кайлорена, поэтому, отчитываются перед генералом, и можно это все закрыть, а, нет, с ними это не закрыть, ну, если их чуть-чуть наклонить, то можно закрыть, да-да-да, вот, можно их закрыть, а, этого генерала, он вроде не мешает, да-да-да, все нормально, вот, вот такие вот пироги, и, где, где, где можно, куда его можно поставить, кстати, там есть крепление для оружия, забыл сказать, опять же, для штукновиков, и по инструкции, и по коробке, на коробке было написано, что, штукновиков надо поставить, сейчас покажу, куда, вот сюда, вот, там у нас есть, два крепления для оружия, то есть, что-то маяки, вот, по идее, здесь где-то стоят, вот, 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 вот такой коридор есть, проходик, вот, что маяки должны, вот здесь, по идее, стоять, вот, и свое оружие они должны прикрепить вон туда, вот, ABB-9 где-нибудь здесь катается на, это мостик, да, это мостик, по идее, вот эта вот часть должна находиться вот здесь, ну, то есть, в фильме, по идее, вот это вот мостик, этот мостик должен был находиться вот в этой маленькой штучке, здесь это, ну, не смогли реализовать, даже в UCS наборах разрушителей, это невозможно реализовать, потому что, ну, реально, в наборе сделать, чтобы он был под масштаб мини-фигурки, такой огромный корабль, реально, ну, тупо невозможно, вот только сокол сделали в реальном масштабе, к мини-фигуркам, которые UCS, да, ну, и там остальные X-Fing, которые маленькие такие, ну, понятно, малюсенькие наборы, ну, в смысле, истребители сами, они маленькие, а вот это, огромный, там, залетали большие истребители, ну, которые, вот я даже делал обзор, подсказка вот здесь, как и нибудь, вы светите, вот здесь, делал обзор, на истребитель Seed, первого, ой, не первого ордая, на имперский, и они, по сути, залетали вот здесь, здесь ангары были, вот в такие маленькие щелки, они залетали, то есть, представьте, насколько он огромный, если такие вот большие кровли должны туда залетать, то есть это нужно сделать огромным, ну, размером в комнату, допустим, да, это очень, вы, ей должен быть большой разрушитель, ну, я его сделала таким, в принципе, набор посмотрели, детально очень, вот, кстати, вот эти бушки, они стреляют, но обычные бины, вот, ничего необычного, ничего страшного, да, ну, и давайте подведем итоги, и давайте подведем итоги, чтобы, конечно же, хотела сказать в итоге, это, конечно, надо оценить данный набор, данному набору я оставлю 10 из 10, потому что набор недорогой, его даже сейчас можно найти за 6 тысяч рублей, вот, и много фигурок, хороший состав, набор вам, ну, то есть он никогда не перевыпускался, это набор, типа, как это сказать, ну, в общем, не как сфинги, которые постоянно перевыпускаются, а уникальный набор, вот, уникальный, то есть это его единственное издание, поэтому, кстати, он конца 17 года, поэтому вы его уже почти не купите нигде, ну, может, в те которые города, мир кубиков, он еще остался за 6 тысяч, он сейчас продается по скидке, ну, сейчас же, типа, распродажа там, вот, ну, знаю точно, что его можно купить где-нибудь на, Яндекс.Маркете на зоне, ну, там он стоит 20 тысяч и дороже, за 20 тысяч и дороже я вам не советую его покупать, потому что вы разочаруетесь, вот, этот набор станет хорошим дополнением к, вот, бомбардировщику сопротивления, который, ну, у меня он есть, ну, у меня все наборы по 8 обзору есть, ну, из этой линейки, я бы еще хотела себе приобрести битву на крейте, я еще давно хотела приобрести, которая, вот, 5 тысяч или 6 тысяч стоит, ну, не знаю, как-то руки не доходят, Обязательно приобрету потом, вот, она выходила в первой линейке 2018 года, вот, ну, короче, этот набор классный, ставлю 10 из 10, фигурки бомба, цена тоже хорошая, сейчас 6 тысяч, Я его покупала на Новый год, 18-й, Новый, 18-й год, вот, и, как на Новый год хороший был подарок, сейчас, конечно, намного лучше будет, да, Сокол, Дестелетия, он намного больше даже, чем Звезда Смерти, вот эта вот моя, она у меня есть, вот, снеговик, да, поздравляю всех с Новым годом, который, с наступающим, с наступающим, да, Что-то отвалилось от него, ну, ладно, короче, классный набор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, ждите следующий обзор в пятницу, всем пока!